Демонстрационный вариант ЕГЭ Данное причастие образовано от глагола ПОЛОТЬ Глагола первого спряжения В причастиях, которые образованы от глагола первого спряжения, необходимо писать суффикс УЩ или ЮЩ Полющее Следующее слово Видящий насквозь Данное причастие образовано от глагола ВИДЕТЬ, который является исключением И изменяется по второму спряжению, несмотря на то, что оканчивается на ЕТЬ Причастие, которое образовано от глагола второго спряжения, имеет суффиксы АЩ или ЯЩ Поэтому ВИДЯЩИЙ Это слово нам и подойдет Гуси щиплют траву Глагол щипать является глаголом первого спряжения, поскольку кончается на АТЬ Поэтому в форме третьего лица множественного числа необходимо написать окончание ЮТ РАДУЮЩИЙСЯ ГОСТЮ Причастие РАДУЮЩИЙСЯ образовано от глагола РАДОВАТЬСЯ, которое также является глаголом первого спряжения Поэтому мы ставим суффикс ЮЮЩ так же, как и в первом варианте Колющий предмет Мы напишем также с буквой Ю, поскольку это причастие образовано от глагола КОЛОТЬ первого спряжения Верным вариант является со словом ВИДЯЩИЙ Задание номер 12 Определите предложение, в котором «не» со словом пишется слитно Раскройте скобки и выпишите это слово Предложение номер 1 Живописи Айзовского получила признание зрителей необыкновенно рано Уже в юности заедет воздух над морем, художнику была присуждена серебряная медаль Слово «необыкновенно» пишется с «не» слитно Наречие необыкновенно пишется так же, как и прилагательное необыкновенной А у него не было никаких оснований для раздельного написания с «не» Поэтому напишем слитно Рассмотрим остальные варианты Автор проекта понимал, реконструируя старую часть города, ему придется принять отнюдь непростое решение Непростое мы напишем раздельно, поскольку есть сочетание отнюдь не Поэзия Ахматовой возвращает вещам первозданный смысл И останавливает внимание на том, что мы в обычном состоянии не оцениваем Мы знаем, что «не» с глаголами всегда пишется раздельно Непрекращавшийся всю ночь сильный восточный ветер поднял большие волны Непрекращавшийся пишется с «не» раздельно, поскольку есть зависимое слово «всю ночь» Последний вариант ответа С темного неба из лохматых туч в смятении давящих друг друга, не переставая, раздаются раскаты грома Две причастия «переставая» пишется с «не» раздельно, так же, как и «не» с глаголами Соответственно, мы выбираем вариант номер один, слово «необыкновенно» Его и выписываем в качестве ответа Задание номер 13 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно Раскройте скобки и выпишите эти два слова В первом предложении нам встречаются два слова «в течение» и «так же» В течение данный союз пишется всегда раздельно Это необходимо запомнить так же, как и написание конечной гласной А так же пишется слитно в таком сочетании И это так же необходимо запомнить Одно слово пишется раздельно, другое слитно Данный вариант нам не подходит Во втором предложении нам встречаются слова «за счет» и «например» Написание слова «за счет» необходимо запомнить Оно никогда не пишется слитно Слово «например» наоборот Всегда пишется только так Одно слово пишется раздельно, другое слитно Так же не подходит В продолжении долгих часов В продолжении пишется раздельно А слово «наедине» пишется всегда слитно Про описание большинства наречий необходимо запомнить Оно не поддается никакому правилу И, возможно, правильное написание только в случае, если вы выучивали список Следующие два слова «сначала» и «затем» Наречие «сначала» мы будем писать слитно Своеобразная композиция текста определяется вариативными повторами Когда тезис «сначала» формулируется У нас нет зависимого слова от слова «начало» Значит, оно является единым наречием вместе с приставкой «с» Слово «затем» пишется также слитно Оно является наречием, которое можно заменить на слово «потом» Данный вариант и будет правильным ответом нашего задания Разберем два оставшихся слова Это «куда-то», которое пишется всегда через дефис Как и все местоимения с частицей «то» И «вдаль», которое пишется слитно Напоминаю, что правильный вариант ответа «сначала» и «затем» Выписываем оба слова без промежутка между ними Продолжение следует... Продолжение следует...